всем привет и мы сегодня с вами я так понимаю запад и поставите закончить второй педот соли фейса мы с вами закончили самым интересным и так понял что ты здесь я должен начинать происходить самое жесткое и страшное поэтому давайте все это сыграем я мне так понравилось играть на джойстике все не представляете поэтому я решил продолжить на нем играть потому что мне удобно мне откуда там тянуть за этими клавишами тут все ломать брейкать поэтому будем дальше продолжать играть на джойстике на джойстике без д без мягкого без и краткая без и с черточкой сверху короче я так понял мы что будем что-то вызывать я это так и не понял как это делать x а вот на что дальше тыкать я не знаю а на r1 может я он так долго ходил в медицинскую утку что же расплакаться чего него с глазами стало сработало черт возьми привет что такое я даже и подумать не мог что он их убьет все это моя вина против из рук этого чувака призрак грега кого стоите ее дочь боже да как я мог влюбиться в замужнюю женщину следовать за вас в его сердце не грех да ты романтик как и я был милый с твоей стороны я не понимаю что не стоило этого делать мы хотим помочь вам почему не покинули это место мы никогда не сможем уйти что вы имеете в виду вы не можете упокоиться с миром . 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 чтобы показался, походу, ничего и не переварил. Что ж, у нас много работы. Думаю, на сегодня мне впечатления недостатка. Останусь тут и проведу кое-какие исследования. Хочу почитать историю апартаментов Эдисона. Может, найду что-нибудь за прослежительных и возможных убийств? Ну давай. Было бы здорово. А я пока поищу еще места с повыженной паранормальной активностью. Зачем? Отлично. А, кстати, я заметил, что твой игровой картридж как-то подойдет на трещину. Возможно, тебе стоит его проверить. Поиграть в приставочку, мне сказали. Мне написали, что можно, короче, поиграть в приставочку, поэтому давайте мы с вами в нее поиграем. Я фактически много сделаю себе. Я так понимаю, кстати говоря, что родители и то-то там балуются с кальянчиком. Потому что... Это какой-то звук странный. Они все еще внутри. Просто в чем прикол? Я когда запустил игру, здесь все началось вот с этого момента, когда мы ему еще не отдали антенну. Вот. И суть в том, что... Вот. Короче, суть в том, что... Да почему он выкидывается постоянно? Прикол в том, что загрузка, в смысле, сохранена при смене локации. Вот. А локация меня здесь, поэтому ванная как бы не считается отдельной локацией, как бы вы в пределах скрипта этой комнаты. И поэтому... Да блин. И поэтому, короче, вот так вот. Поэтому все это на черте. И, короче, я там слышал звук кальяна и все такое. Вот. И все. Так, что нам сказали делать? Найти точки параллурно-кальянности. Я так понимаю, в него можно поиграть. Точно. Давайте поиграем. Сейчас тут надо кое-что-то сделать. Inseeking Throat. Жень. Давай начнем. Глава 1. Недоступна глава 3. Он не знал, почему-то его так тянуло к этому месту. Он продолжал двигаться, не замечая грязи под ногами. Возможно, это было простое любопытство. А может... Судьба. Охажите восьмибитные игры. Войти. Давай войдем. Здорово. Поговорите. Извините, вход только для членов. Ну, по-моему, я подхожу. Вполне нет. Я вроде как мужчина. Слушайте. Похоже, кто-то плачет. Пойду-ка проверю, чтобы убедиться, что все в порядке. Ой, мля. Все эти комнаты выглядят одинаково. Я так понимаю, здесь надо просто запомнить последовательность. Ага. Ты куда? Вернись обратно. Вниз, наверх. И теперь пока надо быть вправо. И вниз. И чё? На дурачка опросил прийти. Вредитель, мы в порядке. Кто вы? Простите, мы манеры, мадам. Меня зовут Грегори Монтегю. Это типа отсылочка. Я не хотел, я не хотел навязывать вам свое общество. Просто я услышал, как он оплачет и хотел убедиться, что все в порядке. Как ни на с вашей стороны. Полагаю, вы не вместе с людьми и зависти в церкви. Нет, мы. А вот и хорошо. Тут происходит что-то ужасное. Я ночных глаз стихнуть не могу. Невочное переживать за себя и свою дочь. А, это история про него и его дочь. Пытаться поговорить с ними. Я уже не знаю, что будет. Продолжаем. Почти поболтать немного. Я уже не знаю, что думать. Понимаю вас. Год назад у меня погибло в пожаре на фабрике. Сердце крови отливается. Когда я вижу такое в тяжелом состоянии. Я хочу помочь вам, чем только смогу. Лишь скажите как. Это ужасно. Господин Монтегюх, примите мои соболезнования по поводу вашей семьи. Прошу, зовите меня Грэг. Приятно познакомиться, Грэг. Я Стейси Холмс. Опять отсылка. А, все ясно. Так. Как это я так? Ваши появились здесь как нельзя, кстати. Нужно быть вы ангел. Самый обычный фермер. Который нам помочь приятно познакомиться. О, немного приятных цикл. А, все прошло. Красота. Ну, короче, я так понял, когда будут появляться... А вы, наверное, не будете за мной. Ведь, короче, там в углу влевом, вверхнем появляются эти... С картриджем штучки. Ой, я не хотел это делать. Например, нам надо сейчас ходить по... Да, по апартаментам и искать, короче, точки про нормативность. Давайте ходить. Это к нему нужно ходить с приставкой. И когда она будет загораться, сажать на R1. В этом видео можно пока что побывать. Я могу рассказать о многом Новом Годе. Как он вообще прошел. Кстати говоря. А так как видео выйдет уже завтра. А сегодня на шестое... Шестое число. То всех православных вероисповедующих с Рождеством Христом, как говорится. И всех, у кого день рождения, мы знаем, кого винить во всех бедах человечества. Если вы такое создали. Что вы на этом мне скажете? Вот, как-то так. Поэтому в текст с Рождеством, с наступающим старым Новым Годом. Я еще чуть-чуть у тебя проверю. Программа нестуки. Ты не против? Можешь с тобой поболтать-то нет? Я пытаюсь найти документацию по апартаментам Эдисона. Мне, наверное, придется взломать президентскую базу данных. А она для потребуется будет заявить на почту. Как скажешь. Плох, короче, что он в режиме того... Хоть бы с приставкой не может никоим образом реагировать на двери и все остальное. Чего? Точка, точка, точка. Я думаю, кого-то пилет. Ну, или что-то распиливает, например. Безусловный бюджет. Или апартаментический. Я уже не знаю. Камеры ведь от камеры не было. Старая квартира Чарли. Ой, мы можем в нее зайти. Чарли, я напомню, тот стремный мужик с поняшками. Ага. Вот так вот. Чего? Эээ, что? Ну вот, у меня такой же вопрос. Что это такое? Я так понимаю, в районе каждой комнаты должно быть что-то подобное. Я так понимаю, здесь больше ничего нет. Но мы давайте проверим. Боже, этот запах до сих пор не выветрился. Я туда не пойду. Какой запах? Так вот, Новый год был достаточно активный. Все началось со сценки. А потом люди, которые жили здесь раньше, съехали после того, что произошло в Чарли. И правильно. Так, давайте начнем, я так понимаю, с низа и пойдем вверх. То есть у нас с подвала. Вот так вот. Бэ, бэйзни. Вот, а потом началась дискотека и все танцевали. Я тоже. А, тут тоже ничего нового пока что. Увидимся, да. Я так понимаю... А, вот, да. Так вот. Потом началась дискотека, на которой я оторвал себя абсолютно все, что можно было. Все ноги, все мышцы, все остальное. Вот. Это, блин, печально, что надо, короче, проходить каждый этаж дважды. Надо проходить каждый этаж дважды и проверять сначала действия. В смысле, сначала мы проверяем паранормальную активность, а потом проверяем действия. А, может ли, ничего нет? Ага. Как и в моем пузыке. Справедливо. Вот. На это тратится ровно в два раза больше времени, это печально. Вот. И на следующее утро я выглядел... Ну, на утро почта нового года я выглядел ровным счетом, как... как у жареная поняшка из первой серии и второго эпизода, который вы можете посмотреть, между прочим. Какого? Ага. Там появилась карта живая штучка, поэтому мы делаем вот так вот, вот так вот и вот так вот. Проводим, проходим, что уголок. Молодая оккультистка очутилась в бесконечном лабиринте замка, находясь в поисках последнего компонента, который потребовался... А, ясно. Ну, нравится? Какой надо собрать все череп... Черепушки. Да блин, ты чё? Я сейчас здесь с ума сойду в этих играх, я прикольно сейчас поиграю. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Тут пота. Успокоился, бед. Удавление, стиль грамма. Ага, попалась. Тихо. Аккуратно. Очень аккуратная, аккуратная ведьма. Там у меня что-то есть, нет? А, ничего нет. Кондвестиции нет, как в Dark Souls и прижали их стенки каких-нибудь, потому что в Dark Souls у меня есть просто миллиард везде. Сколько их должно быть, мне просто интересно. Внизу, под прямом, есть какая-нибудь. Ну, такого быть не может быть с ним. Мы же не зря сюда идем. Ага. Чё это такое? Кажется, таким-то уже помесить или чё. Как? 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 Эй, нет. А, их надо поместить, типа, я их уже отсюда перенес, две штучки. По идее, должно быть пять. Ну, ты чё, угораешь? Ну, это сейчас всю серию потратим. Вот ещё. Такие сложные подходы, по-любому, говорят о том, что вблизи черепушка. И я очень аккуратно буду проходить. Продолжаем. А, слава, смотри, и меня не было. Эй! А лучше не заснуть. Поехали. Продолжаем, то есть. Да ты чё? Кругом подставы. Наёбочки. Тихо. Разогналась мощно. Моя миниатюрная, восемьбитная, это, ведьма. Тут тоже сейчас ничего не будет, да? Ах ты! Да нет. А, нет, тут чё-то есть. Зачё, я уже максимально заблудился. Это шахматы пошли. Продолжаем ещё раз. Я снова утки кле. Так, мы ещё наверх, да? Ага. Ага. Сапога. И всё. Я достал всё необходимое, говорит мой акутист. Замечательно. Приготовление окончено. Оставайся внутри круга, пока мы проводим ритуал призыва. Понимаю. Какой громкий, противный звук. Мы с вами прошли ещё одну главу, между прочим. Окей, хорошо. И не какого-то немного странного порядка у нас, кстати, расположено. Ну да ладно. Не так страшно. Так. Подр... Это мы сейчас где? А, это мы сейчас в подвале, окей. Так понимаю, в подвале у нас всё. Конец. Ну вот здесь вроде как и подруга-то ничего нельзя. Поэтому просто походим. Вот неприятно, что, короче, проходить всё по два раза. Это прям писец. Ну-ка, Ларри, может в тебе кто-нибудь там живёт? Нет? А ещё же надо, можно на улочку сходить. Магнитофон чё? А ты себе сам что-нибудь выпустишь? Ну нет, с постовой фальсификацией. Конечно, братан. Хочешь заценить? А давай позже, а? Просто, да, знаете, там заходишь и послушать. А чё сможешь тобой... Затеми мой супер-гер-бой. Ой, наоборот. Затеми супер-гер-бой. Это тот смастерил. Слушай, очень круто, прям. Погоди, это что, моя рация? Ой, да, ему понадобилась её часть для апгрейда. Надеюсь, он против. Я могу будет достать на новое. Блин, ну ладно, ещё страшно. Надеюсь, ты поможешь мне разносить побольше проплизиков, мое проклятие. Согласен. Вот и лепесток, ребята. А столовист? Давай пока. Наружу. Ну пошли снаружи походим. Какие-нибудь прикольные наушечки. Можно это для... Ну, это вот, для превьюшки взять. Подняться. Хорошие игры нам не нравятся. Прям она такая. Вытягивает. Неужели тут ничего не было? Ага. Ну тут просто... Это что за странный диск, сученики? Сал? Кто вы? Вы Джин Джонсон? Не... Сал Явар... Не ж... Вы пропадаете. Плохо слышно. Против... А, прости, у меня мало времени. Пойди о крекере. Ты должен помнить о красном шале. О чём вы? Что вы такое? Жин, ты... Ты должен идти, а знай... Не забудь красный шар. Не умереть опять... А, ещё одна глава. Блин, мы сейчас ума с вами. Только решил, что привез к призракам, а тут такое. Чтобы это не было. Ну и странная у меня жизнь. Да ладно, что хотел. Ты главный герой и как бы триллер. Пой, подожди. Как это? Так. Глава номер два. Я не попричал, что ты какого-то страны. Хотя порядка расположена, короче. Глава два, давай. И таинственная пожелая дама в последний раз посмотрела в глаза Джиму и произнесла Если найдёшь дверь, что можно открыть этим ключом, мы поведаем тебе все тайны следа. Это прикол, да? Ты сейчас проиграй, да? Окей, всё, я понял. Хорошо. Это Джим? О, лабиринта, ага. Ой, проскользнул по текстурке. По текстурке каменной кнопочки я... Чивиха. Я предлагаю пойти сюда, всё-таки. Блин, мы с вами в Сайлифейс играли или в игрушки? Ага. Или в игрушки на Денди. Это же трупа Нинтендо годов 90-х. Плюс-минус. Пока что не так сложно, ладно. Да ты угораешь. Я думал, тупик будет. Ага. Ага, я нашёл... Я нашёл... Кнопочки. Можно не спец? Нет. Ага, внизу тупичок, окей. Ты дурачок, нет. А кнопка уже нажата, нет? Нет, не нажата. Или нажата, подожди. Нажата? Оп, блин. Нажата, ладно. Я просто думал, тут ничего не сохраняется. Ну, полетел прям в это... В эти эти. Это... Не то, не знаю, рывал здесь. Выберите их же, если бы какое-то там правило. Правый, что ли? Руки, то ли левый. Я не понял. Не знаю. Точно. Типа, короче, всегда иди в дальнюю. Это что такое? Сходи вот ключ, давай. Это было несложно. Это было прям вообще на иди. Так, ну пойдем. Нам вниз на. Блин, я думал, окей, снизу это будет, не знаю, о-о-о-о, как-то посимпатишнее. Тут какие-то игры. Но это, я понимаю, мы тут должны его пройти. Сколько там прошлое времени? 20 минут. Ой. Ну 20 минут. Как? Что происходит? А, все нормально. Я посмотрю, как я буду. Неплохо. Неплохо. Не знаю, тем людям, которым мне нравится играть, из-за того, что она какая-то постоянно очень медленная, какая-то такая мутная, в смысле, ну, несложная, а такая просто что-то хочешь, не знаю. Мне нравится такое. Ты просто чувствуешь всю историю, весь замут, весь перемут, все это, все такое. Почему я не хочу сказать, что ты там видел при-при-при-за комбате? Почему ты такой скрытный, потрясальный? Слава, тут чего? Ой, мам, болеет. Привет, Лиза, тебе сегодня хоть немного лучше? Ой, приветик, Сал. Сегодня, кажется, самый пик. Когда этот период пройдет, буду как огурчик. Маринованный. Что очень хорошо, так как работа накопилась куча. Не терпится к ней вернуться. Но пока не напрягайся, всегда отдыхай побольше. Ой, не переживай за меня, Сал. Я уже хорошенько отдохнула, а Ларри помогает как мог. Все будет хорошо. Окей, можно вычку подключить? Тебе что-нибудь нужно? Не утруждай себя, Сал. Ларри хорошо мне заботится. Окей. Уйдет к мне призы, как-то хип. Под кровать, там еще, в шкатулке. Так, ну хорошо, поэтому мы сейчас уже на первый этаж. Как долго, на самом деле. Блин, бипец. Но я хотел просто сели походить по апартаментам. И вот мы, блин, уходим, собственно говоря. В каждой комнате, еще в шкатулке. Как-то, блин. Сочетую, Эдисон. Сочетую, добрый, Салик Рамсан. Так, приятно, тебя видеть. Надеюсь, туда у тебя идут хорошо. Здрасте, милистер, Эдисон. У меня все хорошо. Как вы поживаете? Все прекрасно, спасибо. Итак, что я могу сделать для вас, милый человек? Откуда... О, откуда ты взялись камни? Разве вы с вами получали приглашение на ежемесячную встречу? Там обсуждаются все вопросы. Ой, точно, мне кажется, совсем они забыли. Ничего страшного. Хотя бы я все же рекомендую вам присоединиться в следующий раз, если у меня такая возможность. Дело в том, что это позволяет держать всех в курсе событий. В любом случае, я восстановил новую систему безопасности для всего общего плана. В свете подобных событий жильцы немного нервничают. Поэтому я надеюсь, что благодаря этой новой современной программе то есть теми безопасности они будут чувствовать себя более комфортно. Это же просто какие-то камеры, и все. Да, это разумно. Спасибо, что мне в курсе дела. Всегда пожалуйста. Вы здесь призраков не видели? Ох, пресветые небеса. Пожалуйста, только не говори, что в здании водятся призраки. Я прекрасно оболюся без каких-то бесслоковых фантомов, пугайчиков и жильцов. Пока Лиза болеет, очень сложно сделать так, чтобы все были довольны. Нет, нет, мистер Эдисон, все в порядке. Я просто... Я просто школе за задание делаю. Да, и все. Фу, у меня чуть удар не хватило. Я сейчас просто не выдержу еще одну стрессовую ситуацию. Вы прекрасно всем справляетесь. Не загоняйте себя так. Ты очень добр сам. До свидания. Хорошего дня. Но все-таки призраков я лучше проверю. По всему и даже... По всему и даже пройдусь. До самого конца. А Лаутс может сойти выяснить. Нет, нет, я печаль. Я думаю, сейчас еще по улице под придется походить. Кстати, 104 комната, что здесь? Не думаю, что тут кто-то живет. А, окей, как знаешь. Глубоволосый, как скажете. Квартира Миссис Гибсон. Думаю, Миссис Гибсон меня прихлопит, если я снова ее так беспокоит. А что это такое? Ну, давайте к старушке и дедушке зайдем. Ага. Боже, что это у тебя за дьявольская штука? Это... Сложно объяснить, если честно. Не стоит играться с вещами, которые не понимаешь. Ну, думаю, стоит самосвязь, который узнает. Нашел ли я что-нибудь? Да, в смысле, подожди. Погоди, мне там пришла новая штучка. Что сюда это? Первая глава. Блин, охренеть, наш мураш... Мурашки прошли взыкнули и пугают песен. Да, целеустремленная ведьма отчаяния желала места в совете. Потому прибиралась все глубже в замок, чтобы пройти в настоящие испытания и вернуть книгу запад к истинам. О, бабуля Роуз. Опять цены билинты. На самом деле, прикольно такое отвлечение от общей атмосферы. Типа раз, два, и идешь себе спокойно. Мне кажется, играя я в это дело на клавиатуре, я помер. В этом типы расскажут немного историю каждых персов. Это прикольно, чтобы знать все обо всех. А, может быть, она здесь. Нужна какая-то книга забытых истин. Мне кажется, я на правильном пути. Если сейчас не будет тупик, это будет очень мерзко. Нерзко. А, здравствуйте. Я добыл книгу по забытой правде. Тебя я достоин. Роуз, почему я так прошу? Саня, я отметил ваших 20-х годов. Дастесь за свидетельствами этой книгой, это место в наших рядах отныне. Нерзко. Да покоряться вашему взору даже на небеса. И не будет для вас гарантируемого т.э. Ибо мы и есть пожиратели бога. Это посылочка в телепутуру. Блин, мы представляем 4-х, ты примерно где-то на эти еще 4. Пси-си-си! Вот таких вот. Я, например, на каждом этаже есть. Ну, давайте мы с вами пойдем на втором уже. Ну, давай еще раз ходим, ладно. А, ладжиком обыль на втором этаже? Да. Да, мы бы это послевать ведь. Реимитаре мы были меньше всего, по-моему, за все эти серии. Поэтому надо это исправить. Квартира Дэвида. Кого? Дэвида. Копперфильда. Студенты Кольджа. Они сейчас заняты. Наверное, не стоит на них беспокоить. Здорово, спичка. О, привет, сон! Как поживаешь? Привет, Дэвид. Не видел призывков? Убийство. Конечно! Призраки моего прошлого все никак не дадут мне выспаться. Я как переехал за это, почти несколько лет. А как значит призраков в моем прошлой жизни? Слушай, Са, завязывай ты с наркотой. Поверь, без нее лучше будет. Не повторяю моих ошибок. Что-то что-то? Логичный вопрос, действительно. А где, я не знаю, хоть... Не знаю, тело твоё где-то не слышит. Чисто... Шар на палочке. Шпачусь. Дэвид, шпачусь. А, да, они до сих пор в стирке. Сара вроде как должна бы ловить притоксить, но чё-то как-то не срослось, понимаешь? Теряйте на время. Ну, увидимся. Пакет его. Давай, покажем. Я... Не, я с таким ниже рядом. Никого нет дома. Квартира пыха. Пыха не знаю, родители работают. Окей, давай пойдем к бате. К бате, к нашему. Сейчас окажется, что сало есть. Квартира, родители. Его, наверное, нет дома. Всё ещё нет дома, сколько сидим? Как так-то? Ооо. Наш любитель лепшина сидит. Как стрёмно, он ходит в тишине без музыки. Тут просто слушайте этот звук. Я бы такую слышал, я бы просто не знаю. Пришлось бы что-нибудь менять. Ну, что прям стрёмно стороной немного, дизнь, что ты всё смотришь? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Печал, что-то. А ты чё там становится нормально? Всё с ним хорошо, хорошо. Гостиная. Нашка. Да ладно, в наших квартире ничего не будет? Чё, угар? Да ладно. Как это в квартире главного героя не может жить под 15 тысяч демонов? Это что-то прям не по канону. Такого не может быть. Ладно, почти и дальше. Ну, там-то по-любому должен быть признак этой бабы. Ну, да. Точка, точка, точка. Тогда, наверное, тоже по-любому должен быть... А, Меган! Мы сейчас сможем вызвать Меган. По-любому сможем. По-любому сможем. Ты дурачок, нет? Не, я случайно нажал. Я хотел нажать. Видите, нажал на игру. А я опять испугался. Вот, фитограмма дьявола, конечно. Фитограмма. Это так себе выглядело. Конечно. Я идиот. Я забыл снять с паузы видео, когда вырубился микрофон. Короче. На пятом этаже был еще один призрак. Типа такой вот пиктограммы с челом. И все. После этого я спустился сюда. Эта девочка, с 54-й, ее не было. Вот, короче, я спустился сюда. Я хотел сказать, что страшно. Там было дуалерат, стрёмно. Вот. И, короче, я пришел сюда. И мы с ним что-то болтаем. Короче, там была... Он нашел только дело о Чарли, который, типа, убил Миссис Сандерсом в первом эпизоде. Вот. И, короче, там была его фотография. Он сказал, что чудесати и чудесати. Вот. Это так. Нигде, даже в заслеченных документах, нет ни слова о пенсиске, которые приезжали в день убийства Миссис Сандерса. Оставных тут и не было. Или будь их вообще не существует. Какое такое вообще возможно? Я не до конца уверен, но кое-что я все же нашел. Где она пропажет человека от 1927 года, Меган Холмс, 7 лет. Жила в апартаментах Элисон со своими родителями, Люком и Стейси. Похоже, речь от твоей подружки сверху. Судя по всему, она есть та дочь, о которой говорю, в моей ванной Грег. Все и сходится, да? Только вот снова странности. На следующий день, после заполнения изначального отчета, он был обновлен информацией о том, что девочка нашла мертвой в озере Ливендиго. Она на несколько миль южнее отсюда, вместе с ее родителями. Тут говорится, что они упали в воду и утонули, когда рыбачили. Грязь оплыла или что-то типа того. Ну, это точно она. Погоди-ка. Я уже видел этот крестик. Я уверен, когда мы с ней разговариваем, она его не надевает. Но я стопудово где-то его видел. И чё? Ты не смог признать ее даже с помощью приставки, но может получить, если найдешь крестик. А ведь логично звучит. При жизни у меня была какая-то связь с этим предметом. Теперь я сейчас только смотришь, где же я, блин, видела то хорошее. А где же я мог ее видеть, чел? И чё, мне теперь надо ее искать? Гениальная идея. Просто гениальная. Я нашел. Я решил этот раз пойти с пятого этажа по первый. И проходил все комнаты нигде не нашел. И здесь, смотри-ка, короткий находок. Так я знал, что уже где-то видел этот крестик. Теперь на листопудов увидит Меган. Гениальное задание. Просто гениальное. Ладно, запускай свою штуковину, когда будешь готов. Я ж в шоке. Меган, ты вообще с нами? Это мой друг, Ларри. Мы хотели бы задать тебе несколько вопросов. Здорово. Привет, Салли Крамсали. Ёбушки-воробушки. Это не хорошее слово, Ларри. Хе-хе, Меган, придется тебе его простить. Он, раньше никогда не видел призраков. Ничего страшного. Мой бабочка тоже пора говорить плохие слова. Ой. Где ты пропадала? В смысле? Я все время была тут. Да, да. А мастерство актерской игры вообще-то? Я пытался до тебя достучаться. Кажется же, мы не могли лезть в обратную сторону. Обратную сторону? Ага. Мы все тут живем. А совсем какая-то сторона, только слегка другая. Знаешь кого-нибудь по имени Грэг? Ой, так я про мамочки, про мамочки, одного друга. Мне нравится Грэг. Он приносит мне конфетки. Помнишь про него еще что-нибудь? Ммм, только то, что он хороший, всегда приносит конфетки. Конфетки. О, еще он не любит мой папочку, но я не знаю почему. Какой-то странный папочка, который не любит любовника своей жены. Действительно. Что можешь сказать про своих родителей? Я скучаю по мамочке. Она больше не разговаривает. А папа? Папочка меня теперь пугает. Он всех пугает. Но он не всегда был таким. Раньше он был таким же хорошим, как мамочка. А что случилось? Я помню, что они поссорились, и он расстроился. А потом я в грусть обратилась в гнев. Помнишь свои последние дни? Не знаю. Все как в тумане. Ты ходила рыбачить на озеро Виндиго? Не, я ни разу в жизни не была на рыбалке. Но мой папочка иногда ходила с писсером Джонсоном. Постой, с Джимом Джонсоном? Ага, а как ты узнала? Он мой отец. Ой, значит, наши папочки дружили. Ты можешь сказать, где он? Слышал про него еще что-нибудь? Пожалуйста, я должен знать. Мне очень жаль, что ты потерял папочку, но я не знаю, где он. Я знаю только то, что мой папочек и мистер Джонсон часто рыбачили вместе. Точка, точка, точка. Мне жаль. Это твой крестик? Ой, да. Где вы его нашли? Внизу, на самом деле коробки с потерянными вещами. Этот крестик дала мне мамочка. Она была напугана и сказала, что он защитит меня от всего зла в мире. А ты знаешь, где твоя мамочка сейчас? Она в своей спальне. Она меня больше не слышит. Мне кажется, она меня даже не слышит. Как думаешь, она... Ой-ой-ой. Что такое? Папочка идет. Ему не нравится, когда я разговариваю с людьми. Мне нужно бежать. Пока-пока. Погоди, я... О, пятая глава открылась. Вот дерьмо. Да, они обычно очень быстро смываются. Точка, точка, точка. Что, если придется нам пробраться в спальню, только вот вход в нее заколочен досками. Сможешь раздобыть нам инструмент? Вообще, Дэвид задолстил мою маму лом, но я так его и не вернул. Может, сходишь к нему? Я уже раз отлик к нему заходил, но он всегда отмазывается. Может, тебя больше... Везет. Без проблем. Спущусь на третий этаж и посмотрю, что вы сможете сделать. Да это что, не конец? Блин, 36 минут, пора заканчивать так. Ладно, сходим еще в Древер, посмотрим. А какая там, 32-ая, по-моему? И закончим, получается, на этом серию. И я просто ее порежу на две и все. Не знаю. Зависит от того, сколько ты сейчас еще будешь. Даро, братишка! Можно я возьму твой лом? Я где отдал его? Да только это штукин держит мою полку. Понимаешь, детвара за стеной в 301-й, конечно, милая, но у них иногда адские шумные вечеринки. Всю стену чертовски колбасит, а из-за этого полка грохается каждый чертов раз. Если можешь с ним перетереть, чтобы потише было, тогда я сегодня дам погонять. Хорошо, я поговорю с ним. Ся псал. Я псал взял, но у меня шматя чистый валют. А я ненавижу быть птицей обламинго. Птицы обламинго обламинго вечничного кайфа других людей. Без проблем. Сейчас вернусь. О, видишь? Продолжение следует...